О Клавдии Птолемее. Имя Клавдии Птолемея являлось наиболее известным в астрономии, географии и астрологии вплоть до эпохи Возрождения. Удивительно, что при этом о жизни Клавдии Птолемея не сохранилось практически никаких сведений. Можно считать более или менее достоверным, что он родился в Птолемайсе в Египте и прожил 78 лет. Свои астрономические наблюдения он проводил на широте Александрии, из чего можно сделать естественный вывод, что в Александрии находился его дом. Сопоставляя различные указания исследователей с тем фактом, что самое раннее его наблюдение датируется в Альмагесте 127 годом, а самое позднее, 151, можно заключить, что его жизнь приблизительно приходилась на 100-178 годы, что покрывает первые три четверти второго столетия нашей эры и периоды правления Трояна, Адриана, Антонина Пиеа и Марка Аврелия. Обладая огромным количеством собственных оригинальных идей, Птолемей был знаком с работами своих предшественников, Менелая в математике, Гепарха в астрономии, Маринуса и Стира в географии, Дидимуса в музыке и Поседония в астрологии. Он свободно и открыто черпал сведения из их трудов, обладая даром систематизации, что особенно проявилось в Тетробиблосе. Из трудов, приписываемых Птолемею, следует указать математический синтаксис, то есть трактат, астрономии в 13 книгах, за которым утвердилось название «Альмагест», искаженное на арабский лад греческое «Мегисты», то есть величайший ознакомление с «синтаксисом», в латинских странах шло первоначально через арабские переводы греческих текстов, а также географию, в которой нашли отражение выдающиеся достижения Птолемея в этой науке, он первым ввел понятия меридианов и параллелей, определил координаты нескольких тысяч поселений, известных в то время от Скандинавии до порогов Нила и от Испании до Индии.